Всем привет! Сегодня у нас видео о покупках косметики. Это такое видео первое впечатление. Здесь я буду показывать все, что я купила вот в последнее время. Это будут покупки из масс-маркета и некоторые покупки MAC. И я буду все рассматривать и делиться с вами своим первым впечатлением. Если вы хотите полный отзыв о продукции, то это уже вам в бьюти-завтрак, или в пустые баночки, или в фавориты. Здесь же будут отзывы только на те продукты, которые я пробовала уже ранее. Начнем с вот таких вот масочек Гаранье. Насколько я понимаю, это новинка. Их 4 штучки. Кто смотрит мои вечерние влоги, тот уже их видел. Пока еще не пробовала. Вот снимаю покупки косметики и наконец-то они переместятся в мою ванную комнату. В ближайшее время их потестирую и обязательно вам о них расскажу. Это у нас с медом для сухой кожи, очищающая с каолином. Вот эта вот масочка, я очень большие надежды питаю насчет нее, потому что, мне кажется, она будет похожа на маску от Дерма-И. Также у нас здесь распаривающая маска, увлажняющая аквамаска и еще одна увлажняющая аквамаска. Дальше я сюда положила вот эти вот пробнички ежевичного мусса, крем-геля для душа от Палмолив. Они в журнале попались. Также здесь новый крем. Гидровой жетал от Ивроша. Решила протестировать вот такую вот новенькую маску Виа Бьюти. Это черная маска от черных точек. И торговую марку Виа Бьюти я раньше очень любила. Потом как-то перестала покупать косметику в Еве и забыла о ней. А вот недавно увидела и решила возобновить свои отношения с ними. Также здесь целая упаковка, целая пачка масок для лица тканевых. И еще тканевые маски придут мне с сайта iHeart. Поэтому в обязательном порядке еще вам покажу их. Смотрите, значит, здесь вот такие вот три масочки. Как я понимаю, они будут в виде вот этих животных. Во-первых, это прикольно, потому что, ну, я не знаю, у меня ребенок дома. Я думаю, ему будет интересно на такую маму больше смотреть, чем на маму в обычной белой маске гаранье. Но, опять же, посмотрим, как они будут работать. Главное, чтобы они работали хорошо. Также две маски, вы уже их миллион раз могли видеть на моем канале. Я их люблю за увлажнение. Все остальные вот эти вот отбеливания, успокаивающие действия, там, комфорт и так далее и тому подобное. Я в это во все не верю, но увлажняют они действительно хорошо. И Greenway хорошо увлажняют, и Гранье хорошо увлажняют. Они немножко разные по форме. А так, в принципе, все с ними хорошо. Так, и еще вот такая вот маска в виде кружева. И здесь коллаген и гиалуронка. Далее я сделала новую стрижку. И теперь хочу делать более объемную укладку. Не такую, как я делала раньше. Для этого мне понадобится лак для волос. Хотела сказать, гель для волос. Лак для волос. И вот я решила протестировать две вот такие вот миниатюрки от Сиос. Потому что я очень давно не покупала лаки для волос. У меня была баночка VelaFlex, но она оказалась уже год как просроченная. Вы можете представить, насколько долго я не использовала различные лаки. У меня довольно-таки послушные волосы. И если я их на утюжок кручу, то они долго держатся. Поэтому мне не нужен был никакой лак для волос. Но вот сейчас решила все-таки воспользоваться. Значит, это у нас 100% невесомый объем от корней. И быстро высыхающий и легко вычесывающийся. Но при этом мега стойкость. Это четверочка, это пятерочка. Посмотрим, как они будут себя вести. И обязательно вам покажу, что-то у меня здесь протекло. Это крем-гель для душа Fresh Juice. Плюс он мне попался в какой-то посылке от Makeup или от Parfums. Кто-то из них положил в подарок. Так. В общем-то, вот такие вот покупки масс-маркета у меня были. В основном маски, как видите. И два декоративных средства. Вот столько много здесь хайлайтера. Подробно расскажу вам в видео отдельном о Maybelline и All A Realt. Нет, о Maybelline. Здесь один Maybelline. Значит, хайлайтер выглядит вот таким вот образом. Он больше гелевый. То есть, у L'Oreal они более кремовую текстуру имеют. А здесь более гелевый хайлайтер. И очень-очень красиво выглядит. У меня в оттенке 100. Это не новинка на украинском рынке. Но, тем не менее, я как-то все не решалась его приобрести. Потому что у меня было довольно много хайлайтеров. Но в последнее время я на них просто помешалась. Так, и вот этот вот тональный крем, на который очень неоднозначные отзывы, я решила протестировать его на себе. Вот такой вот тон. У меня, кстати, это 6. Светло-бежевый. Стеклянная упаковка. Довольно-таки хорошая помпа. И давайте посмотрим на нанесение. Протестирую его, думаю, на себе уже завтра. И, возможно, завтра же сниму видео. Ну, Maybelline. Потому что у меня уже очень много новинок накопилось. И Maybelline, и L'Oreal. И нужно бы уже о них давным-давно рассказать. Но покрытие плотное. От среднего к плотному. Ну, пока мне нравится. Посмотрим, как это все будет на лице. Не будем делать поспешных выводов. В принципе, что касается масс-маркета, это все. Теперь поговорим о покупках мах. В этот раз у меня были покупки практически сплошных миниатюр. Здесь у меня сколько получается? Шесть продуктов. Естественно, все это декоративка. У меня есть еще хотелки, но я их пока не приобрела. Оставила на потом. Возможно, через пару недель я буду еще раз в магазине Мак. И приобрету остальные хотелки. Так. Давайте распечатывать. Что делать? С чего начнем? Давайте, наверное, с туши начнем. Начнем с того, на чем... Чего не нужно показывать с вочи. Скажем так, чтобы руки были как можно дольше чистыми. Так. Что у нас здесь за тушь? Ой, всего лишь 0,35 грамма. Но это, конечно, не пожелобились. Обычно в миниатюрке 4 грамма, 3 грамма. Состав написан. Название не написано. Но название написано вот здесь. False Lashes. В черном цвете. Там была точно такая же тушь, но в зеленом цвете. Кстати, о тушах видео уже практически готово. Не готово фотографии самих результатов туши. Поэтому... Поэтому... Она должна, по-моему, в нескольких вариантах раскручиваться, что ли. Нет? Нет. В общем-то протестирую, протестирую. Завтра же опять же протестирую. И расскажу вам, что почем. Миниатюра туши, кстати, стоит 220, насколько я помню, гривен. Так. Далее. У меня здесь полноразмерный карандаш. Консультант в магазине Макс сказала, что карандаши снимаются с производства. И, наверное, будут менять то ли формулу, то ли текстуру. Что-то, в общем-то, будут они менять. Поэтому я в обязательном порядке приобрела себя в запас. Уже давным-давно отслеживаю на сайте L'Etoile карандашик свой любимый от Макс. Но его все никак нет в наличии. Сейчас покажу, кстати, его тоже. У меня был в оттенке брюнет. Он довольно-таки светлый. И я люблю им оформлять начало брови. Но в этот раз решила его уже не повторять. Потому что летом. Мне на лето нужны более активные, более яркие брови, чем зимой и весной, собственно говоря. И это оттенок Spiked. Это такой между блондином и брюнетом. И выглядит он вот таким вот образом. Это теплый коричневый оттенок. Следующее, что я приобрела, это две помады. Помада Tweet, на которую я уже очень давно засматриваюсь в видео других девчонок. Это сатиновая серия. У меня еще нет ни одной помады от MAC именно сатиновой серии. Вот это вот будет первая. И оттенок Meher. Он меня заинтересовал тем, что это новинка. И на украинском рынке, не знаю как в России, а в Украине именно нет еще этого оттенка в полноразмерной версии. А в миниатюрке он уже появился. Что не может не радовать. Кстати, в миниатюрке 1,8 грамма. В полноразмерке, по-моему, 3 грамма. Сейчас мы сравним размеры. Вот так вот выглядит большая версия полноразмерная. И вот так выглядит миниатюра. То есть разница, конечно, все-таки есть. Но учитывая то, что у меня ни 2, ни 3 помады, мне миниатюрки хватит надолго. Вот так вот выглядит миниатюрка. Вот так выглядит полноразмерная версия соответственно. Meher представлена в матовой серии. Это матовая серия помад. И давайте попробуем сводч. Ой, какая она нежная. Это совсем не то, что... Может, потому что она у меня, конечно, на солнце стояла в пакете. Поэтому она стала такой нежной. Но она гораздо нежнее, гораздо приятнее, чем Velvet Teddy. Очень прикольная, конечно, помадка. Так, и следующая помадка это сатиновая серия в оттенке Quick. Тоже, соответственно, 1,3 грамма, да? Или 1,8? 1,8 грамма. Выглядит она вот таким вот образом. И она очень похожа на предыдущий оттенок. Но она более теплая. И, кстати, я думаю, что она очень похожа на помаду... Мою новиночку от Estee Lauder. Сейчас, опять же, проверим это мое предположение. Вот эта помадка Estee Lauder. Это серия Pure Color Envy. И оттенок Dynamic номер 410. По-моему, она очень похожа. То, да не то. Вот так вот. Не похожа. И последние две новинки это пигменты. Всем известный пигмент в оттенке Naked. Предыдущий раз, когда я покупала пигменты, я им убирала между Naked и ванилла. И приобрела все-таки ваниллу, потому что она мне показалась более светлой. Но, когда я начала делать с ней макияжи, я поняла, что Naked мне бы подошла больше. Подошел, да? Это же пигмент, это же он. Вот так вот выглядит Naked. Сейчас я покажу вам, как выглядит полноразмерная версия, чтобы вы могли сравнить. Это миниатюра. И в миниатюре у нас 2,5 грамма. И второй оттенок у нас называется Tan. Тоже очень знаменитый оттенок. По-моему, Ося его очень хвалила. Полноразмерка выглядит вот таким вот образом. Но миниатюрки, если честно, мне нравятся даже больше. И в миниатюрках какое-то более интересное... Это же не стекло, это пластик, но он какой-то более интересный. Кроме того, у полноразмерной версии... Что-то у меня сегодня с фокусом. У полноразмерной версии у нее вот такой вот виниловый колпачок. А у миниатюрок он пластиковый. То есть он не будет пачкаться. Давайте начнем... Давайте я вам сначала покажу старый свой пигмент. Здесь есть вот такая вот крышечка для того, чтобы пигмент не просыпался. Ему уже больше года. И вы можете видеть, что я практически ничего не использовала. Я всегда беру с крышечки. Выглядит он вот таким вот образом. Это такой светло-бежевый оттенок, переходящий в золото. Смотря под каким углом вы посмотрите. И чем больше вы его растушуете, тем более золотой оттенок вы получите. Так, теперь следующий оттенок. Это всем знаменитый Naked. Интересно, как у них устроен здесь ограничитель. И есть ли он вообще... Так, нет, ограничителя нет. И доставать пигмент получается немножко сложнее. Но это определенно более подходящий оттенок, потому что он действительно Naked. Ему нет другого названия. Он такой, как будто это голая кожа. Но опять же под определенным углом вы видите этот шикарный отблеск. Я прям уже хочу сделать с ним макияж, потому что он действительно очень интересен. И этот пигмент, мне тоже кажется, будет очень интересен. Это уже у нас TAN. Ух ты, какой он красивый. Я даже не знаю. Давайте этим пальчиком... Что он как-то не набирается. Почти не набирается. Не знаю, как я буду пользоваться. Нужно как-то... Приноровиться к этой баночке, в общем-то. TAN это такое вот розовое золото, розово-бежевое. И в оттенке TAN вот как раз-таки нету абсолютно блесточек. В оттенке Naked есть блесточки. Сейчас попробую вам при естественном освещении показать это все. Вот слева направо у нас ванила, Naked и TAN. Naked это такой самый простой дневной оттеночек. И здесь вот у нас, смотрите, снизу это у нас Velvet Teddy. Дальше у нас Meher, потом Twig. И самый верхний это Dynamic 410 от Estee Lauder. Ну что могу сказать? Я очень-очень-очень довольна каждой своей покупкой в магазине MAC. И я жду не дождусь субботы, чтобы поменять всю свою косметичку на неделю и начать пользоваться новыми продуктами. А на сегодня все. Если это видео вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok